Друзья, доброе утро! Еду на работу и опять такие мысли интересные. Думаю, опять поделюсь, выйду сегодня, не поскуплюсь. У меня есть 20 минут, вот сейчас еду на работу. В трафике поделюсь с вами. Вчера ехала и вышла в прямой эфир и говорила на тему, ты только не забудься, все будет хорошо. И я знаю, у многих моих друзей есть проблемы, переживания, болезни, финансовые проблемы, проблемы с переездом, с постройкой дома. У кого-то муж изменяет, у кого-то там новый жених появился. И каждый не знает, как жить, и мы просто учимся жить каждый день. И интересно то, что сегодня выхожу я на фейсбук, и фейсбук память мне напоминает, присылает то же видео, которое я записывала год назад. И я говорила именно на эту же тему, и я думаю, ну вот интересное совпадение. И именно же вчера, кто хочет, послушайте, только вчера я говорила на тему, что ты только не забудься, все будет хорошо. Благодарю Бога за все. И сегодня мне фейсбук присылает это же видео, что я говорила на эту же тему ровно год назад. Ровно год назад. Ну просто интересно. Я сама знаю, я знаю, что у Бога есть разные времена и сроки. И что я хотела сегодня сказать. Часто мы ходим в церковь и прославляем Господа. Мы прославляем Господа, мы молимся. Мы ходим в церковь всю нашу жизнь. И очень много времени мы отдаем в церковь. А я сегодня, знаете, такие мысли. А мне все-таки кажется, что Бог хочет, чтобы мы больше любили Его людей. Его людей на земле. Даже меньше славили Его, хоть я об этом только вчера говорила. А больше любили Его людей на земле. Потому что Бог работает через людей. Люди — это ангелы от Бога на земле. Вот когда мне было грустно, ко мне приходили люди, вытеряли мне слезы. Когда у меня умер сын, люди приходили, помогали мне. Когда мне радостно, со мной тоже люди радуются. И знаете, ну, мы не можем существовать друг без друга. Мы как воздух друг для друга. Мы просто, вот мы не можем существовать друг для друга как без воздуха. Я так понимаю. Люди, оно как-то тебя вдохновляет. И кто-то на тебя накричит. Кто-то тебя обидит. И это все-таки помогает тебе расти. Кто-то тебя пожалеет. Кто-то с тобой посмеется. Кто-то с тобой поплачет. И еду и думаю, ну, столько же бед в мире. Сколько проблем в мире. Сколько нужд в мире, да? У кого-то... И это я реально и нужды говорю. Я реально говорю нужды. Вот вчера даже мне пишет она, женщина. Олечка, мне так уже неудобно просить. Живет на Украине. Газа нету. Четверо детей и сирот. Нечем заплатить за рент. Что мне делать? Выходить на Facebook просить. Да у меня уже люди знают, как попрошайку. Мне так неудобно. Но мне нечем зачем рент заплатить. И, скорее всего, ты не заплатишь рент. Тебя выбросят под мост, да? Другие просят, помогите. Большая сумма. Надо за операцию заплатить. Третьи пишут. У девочки отмирают руки и ноги. Срочно надо делать операцию, ампутировать руки и ноги. А то ребенок не выживет. Очень много проблем. Очень много проблем. И я лично, я так хочу всем помочь. Но я не могу всем помочь. Я не в состоянии. Мне надо работать. Да и денег всем ты не пожертвуешь. Не хватает. Но я сегодня хочу просто напомнить, друзья дорогие, что ходить в церковь и славить Бога, это очень-очень-очень хорошо. Но мне кажется, намного больше это делать добрые дела. Это замечать того, кому сегодня плохо. Замечать того, кто серьезно просит. И у нас, я вижу, очень-очень хорошо и красиво у людей получается проверять, звонить. А правильно ли нужда это? А куда ты деньги пересылаешь? А может это мошенники? А может это не туда? Знаете? Да, у меня было в прошлом году один раз. Мужчина один присылал. Я вдовец, жена оставила, двое маленьких детей. Помогите, 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 лекарства дайте, посылки пришлите. Ну, настолько звучало правильно, я ему помогла, я ему отослала посылку вещей. Потом говорят, что это был мошенник, что он вообще неправильно. Но с другой стороны, он говорил, мы в такой страшной ситуации живем, что если придут сюда власти, они вот меня заберут детей. Настолько бедность, да? То иногда люди даже прячутся, потому что не хотят, чтобы у них отобрали детей. И я думаю, что мы здесь на земле не для того, чтобы проверять и не для того, чтобы осуждать. Это дело Божье. Мы для того, чтобы любить и чтобы помогать. Мы руки Бога на земле. Мы уста Бога на земле. Мы ноги Бога на земле. Я лично так понимаю. И везде, где бы ты ни был, ты должен любить людей. А ты должен любить людей. И это не всегда должно быть финансово. Вот мы на прошлых выходных делали гараж сейл дома, продавали все, хотим переезжать. И приезжало много людей, американцев, и я им дарила мою книгу. Я останавливалась, пять минут с ними разговаривала. У людей слезы на глазах. Да, я тоже прошел. Все, что я делала, я им подарила книгу и пять минут рассказала про Бога. А если ты едешь на вакейшн, ну просто научись любить людей. И там стоишь в линии. Спроси у человека, как дела? В магазине стоишь в линии? Как у тебя сегодня настроение? Скажи доброе слово. Любить — это значит дарить слова надежды. Любить — это значит обнять человека. Любить — это значит уметь заглянуть в душу. И уметь помочь человеку. Любить — это помочь финансово. Любить — это помолиться за человека. Прислать какую-то вдохновляющую песенку. Мы должны любить. И я думаю, что это намного больше жертва. Жертва хвалы Богу — это очень-очень-очень хорошо. Но если мы только славим Господа, ходим в церковь, а мы людей не любим и не помогаем, я считаю, это наполовину просто. Это наполовину. Но мне кажется, многие забывают, что есть другая часть жизни. И тоже мы так как-то привыкли. Жертвуем церковь, жертвуем им в филгу, да? А есть душевная любовь, есть слова, есть дела. Друзья дорогие, не легче отдать 100 долларов церковь раз в месяц. А намного тяжелее любить. Но любить легко, если ты уже понимаешь, что ты делаешь. Если ты это делаешь от чистого сердца. Если у тебя Бог живет, и через тебя Он будет любить людей. Просто хотела вам передать этот месседж сегодня. Ходить в церковь всю жизнь не спасает. Я не верю, что это вас спасет. Это хорошо. Даже если ты хороший человек, это хорошо. Но ты должен творить. Ты не должен быть закрытым, святым, спасенным. Ходить в церковь и все. Ты должен открывать. Ты должен бурлить. Ты должен дарить жизнь. Ты должен спасать. Ты должен исцелять. Ты должен помогать. Ты должен быть руками, устами и делами Бога на земле. Я так понимаю. И хочу всем, друзья, сегодня передать. Помните это, где бы вы ни были, на работе, дома, в соседе, в магазине, везде, где бы вы ни были, будьте сами собой, любите людей. И не бойтесь говорить людям о любви Божьей. Иногда даже о любви Божьей не надо говорить. А надо просто улыбнуться, спросить, как дела, и человека обнять. Это все, это все, что надо. Это все, что надо. И где я работаю, я очень много почему-то в последнее время вижу детей, которые аутистик. И раньше я этого не понимала. А сейчас вот сердце сжимается. И мне жалко этих людей. Мне больно. И если ты можешь просто подарить слово надежды, не всегда людям нужны деньги. Иногда людям просто нужна улыбка и объятие. Вот когда у нас умирал сын, мне не нужны были деньги. И все, что помогало, это когда-то просто кто-то позвонит, приедет, посидит вместе и скажет, я тебя люблю, я тебе молюсь, я тебе скучаю, я за тебя переживаю. Это все, что людям надо. Поэтому хочу напомнить, если вы уже давно не посещали своих родителей, бабушек, дедушек, тети, дяди, если вы давно не общались с вашими друзьями, уделяйте им время, друзья дорогие. И также обратите внимание, кто же вы, кто рядом с вами, кто рядом с вами на работе, кто в чем нуждается. И просто-напросто помогайте друг другу. Если вы не знаете, откуда начать, в настоящее время у меня лично, у меня лично есть человек 5 или уже даже 6, которые нуждаются в финансовой помощи для лечения. Это люди с Украины, это люди с Израиля, с России. Если вы хотите, и адреса вам могу дать, куда выставить посылки. И могу вам дать номера телефонов этих людей, можете пообщаться. И могу дать координаты, куда их можно пожертвовать. Люди сильно нуждаются сейчас в помощи. Кому-то нужна срочная операция, которая стоит 10 тысяч, чтобы встать на ноги. Кому-то надо 300 долларов, чтобы заплатить за рен, чтобы под мозг не пойти. Кому-то надо тоже пару тысяч долларов, чтобы сделать МРТ мозга, чтобы нервы отпустили. Люди мучатся. И я, насколько знаю, деньги с неба не падают. И людям Бог помогает только через людей. Это мой опыт. В каждом человеке я вижу Бога. В каждом деле я вижу Бога. И людям помогает Бог только через людей. Поэтому, если сейчас к вам проговорил Господь, обратите внимание, кто вокруг вас, и помогите. Просто помогите. Друзья, спасибо всем, кто меня слушал. Если вы считаете это важное слово, прошу, поделитесь. И напоминаю всем, кому сегодня трудно, прославьте Господа, и все будет хорошо. Еще один хочу случай поделиться. Один раз я услышала, что одной семье очень сильно нужна финансовая помощь. Я была в то время в церкви одной, и я такая начала людям говорить, надо им как-то помочь, надо им как-то помочь. Но никто не реагирует. И потом как-то Бог ночью ко мне проговорил, если ты услышал об этой нужде, ты должна им помочь. И знаете, я помню, я пришла, это был разбор слова, и оказалось, что я с этой женщиной села рядом, я уже ей наготовила сумму денег, положила в конвертик, а сама сижу, думаю, ой, она так богато одета, может, ей не надо эти деньги. Ой, может, нам же тоже надо эти деньги, да? Ну ладно, я переборола свои сомнения, подарила ей конвертик, и на утро, если бы вы знали, какое письмо благодарности она мне написала, и я поняла, что если ты слышишь, что кому-то нужна помощь, не говори тому-тому-тому, помоги, а сама с тобой помогай. Если это в твоих силах, конечно, если это не в твоих силах, то проси других людей. То, что я вас прошу, то это не в моих силах, поэтому я прошу на фейсбуке, чтобы вы помогали людям. И еще я один урок выучила, что если люди благодарят за доброе сделанное дело, то тебе хочется опять им помогать, и помогать, и помогать. А если люди не благодарят и принимают это как должное, и сердце просто закрывается таким людям, не хочется помогать, то я просто хочу всем напомнить, друзья, умейте попросить, и умейте сказать спасибо, и умейте благословить щедро, словами, молитвами, делами, умейте дарить добру, и умейте любить любовь. И я вас всех крепко обнимаю, всех благословляю. И кому сегодня трудно, благодарите Бога. Бог поможет. Верьте. Бог силен своему слову. Он сказал, не покину тебя, и не оставлю тебя. И Бог пошлёт правильного человека, кто вам поможет. Просто будьте готовы услышать, увидеть и принять. Люблю вас, друзья. Благословляю. Хорошего вам дня. Спасибо за внимание. Пока.